Фальшивое термобелье. Вместо одежды, которая сохраняет тепло, рискуете купить подделку. Продавцы и сами часто отличить не могут, говорят специалисты. Как правильно утепляться, решили узнать наши корреспонденты. Екатерина 15 лет работает продавцом. С морозами на рынке воюет традиционно. Тут надеваем на себя всякие лохмиття, можно сказать. И так оно и есть. А как 20 минус, так мы сидим дома и никуда не едем. Поддерживает Екатерину и коллега Мария Ивановна. Дмитрий студент. Из холодных аудиторий ему бежать некуда, поэтому купил модное термобелье на основе нефтяного сырья. Смотрю, когда выбираю, чтобы было качественное, ну и не самое дешевое. Мне самое главное, чтобы хрань была теплосберегающим и отводила влагу от тела, собственно. Но вот честно, при минус 10 было довольно прохладно. Парень говорит, будет возвращать покупку в магазин. Ведь белье неэффективное и стоит тысячу гривен. Дизайнер Натали цену считает подозрительной. Говорит, термобелье дешевле, чем за 2,5 тысячи лучше не покупать. Но кроме цены, перед покупкой также нужно изучить ткани, с которой пошили изделие. Нужно смотреть, находятся ли какие-то наноткани, как, например, Эклипс или Бодифлекс в составе. Белье с наноматериалами будет сохнуть быстро. Вы будете меньше уставать, потому что оно очень хорошо обтягивает мышцы. И оно намного лучше выводит влагу. Также перед покупкой термобелья важно понимать, для чего конкретно вы его покупаете. Для активного отдыха следует выбирать синтетику. Она быстро выводит влагу и не дает потеть. А вот хлопчатобумажная ткань подходит для повседневной носки. Лучше удерживает тепло. Вичард Горда более пяти лет торгует термобельем. Уверен, качественное изделие имеет необычный шов. Для того, чтобы определить качественно термобелье или нет, для этого надо по шву посмотреть. Должна быть качественно армированная нить. Именно от качества швов на 70% зависит эффективность термобелья. Благодаря им такая одежда защищает даже в минус 30 градусов.